сегодня хотел бы поговорить о пильной гарнитуре то есть о шинах цепях как долго они служат как продлитель срок службы как за ними ухаживать чистить когда меня отточить и все такое нашему вниманию опять две наши подопытные пилы это партнеры хоскварна на них очень будет удобно объяснять потому что шины и цепочки используются разные поэтому мы будем сейчас рассматривать снимаем шину цепочку с пилы начнем с пилы основные моменты здесь будут одинаковые единицы единственное здесь разные используются шаг и соответственно разные цепи на партнере будет используется 3 восьмых шаг называется хоскварна 137 142 старый хоскварны на них используется но 325 шаг на современных хоскварнах это 135 140 240 240 было с таким и с таким вот сейчас используют такие как на партнере 3 восьмых и лишь только на таких дорогих профессиональных пилах ставят но 325 шаг теперь хочу вам показать уже на бэушном инструменте какие бывают нюансы чтобы продлить срок службы шины любой что здесь что здесь надо за них ухаживать вообще любой инструмент требует малейшего какого-то внимания вы будете ухаживать будет прослужить дольше соответственно больше сэкономите денег на покупке новой гарнитуры шину надо прочищать берете такую отвертку или какой у вас есть время от времени это не каждый раз и прочищайте вот этот канал также шины бывают как на партнере без без дырочки дополнительные вот здесь для смазки здесь смазка цепи осуществляется прямо через основной вот это вот отверстие вот на husqvarna и других пил есть дополнительно еще маленького такое отверстие через которое осуществляется смазка эти основные отверстия они используются для натяжки поэтому чистить обязательно вот это маленькое отверстие тоже надо если будет она забита и соответственно масло будет или идти очень мало или вообще не будет идти у вас мастерской очень часто люди приходят обращаются такой проблемой мол так и так масло не идет поменяйте насос сделайте хоть что-нибудь разбираем смотрим элементарно просто забита эта маленькая дырочка и соответственно масло не идет это видите такое вот мелочь такая вот что можно сделать домашних условиях ну на 1 просто не можно нужно даже делать шины бывают на конце имеют 4 заклепки или одну заклепку вот как показывает практика ну не особо это влияет на срок службы самой шины гораздо больше будет влиять если вы будете производить смазку конца шины не многие вообще знают что ее надо смазывать есть пилы на которых не предусмотрена смазка это с штиль 180 там на шинах нету специального отверстия смазывающего на остальных вот которых я знаю и встречал всегда есть маленькое вот такое отверстие на шине вот это отверстие специально для смазки именно вот этого вот подшипника вот если будете проводить эту смазку смазывать чем чаще будете смазывать тем дольше прослужит наконечник шины соответственно вся шина целиком шину когда вы устанавливаете обязательно надо менять сперва так потом так это не значит что вы начали работать сразу начали нет затупилась у вас цепь точите или меняйте цепь и соответственно поворачиваете шину так потом другой раз точите поворачиваете так и постоянно ее переворачиваете зачем это делается если вы используете всегда шину одной стороной примеру вот вы думаете что написано прямо значит надо прямо вот так вот чемпион это шина менее на и уже значит всегда надо стоит так у вас вот эта часть она постоянно давит на бревно и соответственно изнашивается сильно и неравномерно эта же часть остается у вас целый получается шина износилась вот здесь и уже пора менять а с этой стороны новое и получается половину ресурса только ее и из расходовали а уже пора менять когда вы переворачиваете время от времени шин изнашивается равномерно и соответственно служит она такая шина дольше на шине и на самой пиле имеются звездочки зубчики вот на вот этой вот звездочки и вот здесь вот на конце шаг должен совпадать нельзя поставить примеру с партнера вот сюда шину на husqvarna потому что шаг будет разный и у вас цепь начнет вообще может порваться разобьет вот этот вот наконечник ну и проблемы будут нельзя так делать и цепи соответственно бездумно менять друг между пилами тоже нельзя есть пилы конечно же есть когда шины и цепи подходят по шагу по длине даже бывает подходит но прежде чем устанавливать обязательно убедитесь что они подходят так вот прочищаем ставим и теперь устанавливаем цепочку вот казалось бы простая мелочь установить цепь но очень много людей даже к этому относятся очень внимательно цепи ставят перевернутыми такая цепи ли не будет даже острое это же понятно сразу многие производители вот рисуют как должна устанавливаться цепь просто посмотрите на крышку и вы сразу увидите что цепочка у вас должна устанавливаться режущим зубчиком режущим вперед смотреть вот наоборот ни в коем случае нельзя теперь по поводу натяжки цепи устанавливаем надеваем сперва на звездочку сюда накидывает теперь мы попадаем в паз на шине и натягиваем сперва от руки вот так чуть-чуть натянули надеваем крышку здесь вот здесь специальный зацеп это будет натяжка нашей цепи она бывает у нас старца вот отсюда либо за шиной болт находится либо же вот так вот натягивается вот сейчас этот зацеп должен попасть вот в это вот отверстие у нас в если не попадает подкрутите болтик чтобы попал теперь наживуливаем гаечки сразу сильно ни в коем случае ключом не затягивать потому что вы будете сейчас производить натяжку если затянуть никуда вы цепь не натянете сорвете себе только болт натяжной вот у меня сразу вот видите ну я снимал и натянуты у меня сразу нормально натянута нельзя чтобы цепь у нас провисала и нельзя чтобы она была перетянута если цепь провисает она может у нас соскочить и повредиться повредиться у нее может вот это вот внутренняя часть хвостовички они как бы поплюснуться вот так вот ну будут повреждения заметны даже простым глазом такую цепь ни в коем случае нельзя вставлять в шину потому что она будет плохо ходить в шине и очень сильно ее изнашивать и пиле работать тяжелее обязательно их сточите или напильником или же у кого станок станочком и лишь после этого устанавливайте на пилу вот никогда не пилим тупой цепью тупая цепь это вообще очень сильно перегружать наш инструмент его прослужит гораздо меньше потому что нагрузку не повышается к его колоссально срок службы соответственно уменьшается вот и обязательно следите за тем чтобы в бачке масляном у нас было масло потому что сухая цепь быстрее вытягивается быстрее тупится и изнашивается теперь хотелось бы еще поговорить о таком моменте можно ли укорачивать цепочки если они вытянулись раньше вот у нас в магазине я не советовал этого делать потому что замена звезды это тоже ремонт затраты если вы все покорачиваете она еще сильнее тянется и еще быстрее изнашивает звездочку эту вот ведущую дэви дом мы тоже но сейчас что цены на цепь что цены на замену звезды одинаковы примерно поэтому как бы цепь укорачивать можно единственное как бы если уже видите вы заметный износ на звездочке очень большой то лучше новую цепь на эту звезду не ставить сперва и изработайте старые цепи сточите их вы сделаете свою работу потом поменяйте сразу и звездочку и шину лицей полностью полностью всю гарнитуру поменяйте вот это будет идеальным вариантом вот следите за своими цепями за шинами правильно все ухаживайте вовремя точить и что самое важное и опять же тогда ваш инструмент прослужит долгие годы пока